Привет, друзья! Это снова Мотор.ру, меня зовут Василий Костин. И сегодня у нас с вами будет необычный выпуск. Вы, наверное, знаете, что последние изменения в правилах техосмотра практически поставили вне закона любую доработку машин. Поэтому сегодня мы решили вспомнить былые времена, когда трава была зеленее, девушки краше, а дорабатывать машины никто не мешал. Вы спросите, а почему выпуск необычный? Да потому что тюнинг у нас будет тоже необычный. Ведь обычно что делают? Мощность повышают, подвеску дорабатывают, чтобы машина лучше рулилась, с внешностью что-то делают или делают ее агрессивнее или более представительной. Некоторые даже стилизуют свои машины под более дорогие бренды. Ну там ставят решетку а-ля Бентли или задние фонари под Мерседес. У американцев в 80-е годы вообще была целая гаражная индустрия. Там корветы превращали в подобие Феррари, а понтиаки и Тойоты среднемоторные стилизовали под Ламборгини и еще бог знает под какую экзотику. Но в нашем ролике все будет ровно наоборот. Вот скажите, вы когда-нибудь видели, чтобы дорогой быстрый спорткар превращали в какую-то дешевую повозку? Не видели? Ну так смотрите. Начну с самого трогательного и ироничного проекта, который я когда-либо видел. Это за Порше. Известный мото-кастомайзер Юрий Шиф из Минска превратил Порше Бокстер в Запороже. У него в мастерской вручную изготовили внешние панели, стилизованные под ЗАЗик и установили на Порше вместо родных. Ну а каркас кузова, подвески, шестицилиндровый оппозит мощностью 250 сил. Все осталось немецкое. Отдельный прикол в том, что у обеих машин очень похожие заводские индексы. ЗАЗ 968, а Порше 986. Кстати, машина сейчас продается. Подобным образом еще 40 лет назад развлекались и в Германии. Ну вернее сказать, это все креатив одного сумасшедшего человека из Ганновера по имени Гюнтер Артс. У него была своя кузовная мастерская, автосалон и там творили самую разнообразную дичь. Вот, например, поглядите. Кузов от Volkswagen Juke надетый на шасси от Порше 914 с 210 сильным мотором от Порше 911. 7,3 секунды до сотни и максималка в 213 км в час для середины 70-х. Это просто пушка, особенно на фоне Жука, который до сотки ехал вообще полминуты. Или вот какой-то подозрительно широкий Volkswagen Golf из той же мастерской. На самом-то деле это Порше 928. Правда, панели от Гольфа пришлось сильно перекроить. Кузов расширить, нос удлинить, чтобы поместился мотор V8. А вот с этим Opel знатоки все поймут по характерным колесам. Здесь господин Артс скрестил шасси от Chevrolet Corvette 4-го поколения с кузовом от Opel Cadet. И действительно заметно, что капот уж очень длинный для Opel, да? И как на Corvette откидывается целиком вместе с крыльями и фарами. Вообще история марки Порше просто вынуждает учинить что-нибудь этакое с Volkswagen. Ведь вы же знаете, что первые Porsche модели 356 создавались на агрегатах Жука. А вот в австрийском ателье CarMax поступили ровно наоборот. Собрали Жук на базе Porsche Boxster. По-моему, получилось идеально. Между прочим, отечественные кастомайзеры тоже изрядно наследили. Пусть они не знали тогда такого слова, но хуже их работа от этого не делается. А работа московского ателье A-Level конца 90-х годов до сих пор поражает воображение тщательностью и искусностью исполнения. BMW 850 стилизовали под 21-ю Волгу. Вот только от Волги не взяли ни одной детали. Все изготовлено вручную из металла специально для этой машины. Уже потом арестомоды под Волгу стали делать чуть ли не в каждом гараже, но до сих пор по стилю и тщательности исполнения равных проекту A-Level нет. Кроме, может быть, Волги Евгения Чичваркина на основе Porsche Cayenne Turbo, что построили в ателье RAD в 2007 году. Да, конечно, внешние панели кузова сделали из стеклопластика, а не из металла. Зато интерьер очень убедительно стилизовали под Волгу, причем сохранив всю электронику от Cayenne. Скажете, китч, но ведь сделано классно. Nissan Skyline может и не ахти какая роскошь, но уж покруче вазовской восьмерки, верно? Простые ребята из Владивостока решили, что дрифтить на Nissan каждый дурак может. И подкатили всю основу от Sky под кузов от Самары. Взяли от японца полы с лонжеронами, подвески, шестицилиндровый турбомотор. А вот это уже не проект какой-то мелкой мастерской, а произведение настоящего крупного автопроизводителя. Nissan Juke R это на самом деле 500-сильный суперкар Nissan GTR, одетый в кузов от маленького кроссовера Nissan Juke. Чтобы скрестить две машины разного размера, суперкар пришлось укоротить, а сваренный из двух кузов усиливать каркасом безопасности. Сотню такой Juke набирает за 3,7 секунды. Неплохо, да? Технической реализацией проекта по заказу Nissan в 2015 году занималась английское ателье Raymelak Limited, которое обычно строит гоночные машины. Причем построили даже не одну, а целую партию из 20 автомобилей. Предвосхитил супер-жука вот этот супер-кашкай. Под его кузовом тоже шасси от Nissan GTR, но его создание это частная инициатива. В 2011 году машину построили в английском ателье Severn Valley Motorsport. Со временем англичане раскачали его турбомотор почти до 2000 лошадиных сил, тем самым превратив его в самый быстрый кроссовер на свете. Три года назад его разогнали до 383 километров в час. Уже пора закругляться, но не могу не показать вам еще одну забавную переделку. Чехи из фирмы Hoffman и Novag стилизовали под двухдверную Skoda 130RS. Как вы думаете, что? Среднемоторный суперкар Audi R8. Да, стилизация довольно условная, но и черт бы с ним, ведь сделано интересно и трогательно. Пишите в комментариях, возможно вы знаете какой-то еще проект, где дорогой машине придали внешность дешевой. Ну и конечно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до скорых встреч!